здравствуйте уважаемые зрители канала паяльник сегодня мы с вами познакомимся с очередным электронным устройством которое представляет из себя драйвер шагового двигателя устройство выполнена сразу в корпусе представляет из себя совершенно законченный модуль который может устанавливаться непосредственно на панель шкафа управления или куда-то еще по желанию разработчик значит корпус крышка пластиковая с другой стороны мы видим выполнено ребрение на цельной алюминиевой пластине которая служит радиатором охлаждения микросхемы драйвера микросхема драйвер та 6600 достаточно современная и судя по описанию обладает достаточно неплохим функционалом мостом на полевых транзисторах и шим управления значит на корпусе устройства нанесены таблицы которые позволяют установить режим работы устройства в зависимости от того с каким двигателем мы работаем какой режим хотим получить данный режим устанавливается вот этими дип-переключателями которые имеют положение включена или выключена в данном случае не совсем правильно говорить о том в каком положении не включены или выключены об этом я вам расскажу чуть позже также на устройстве имеется два светодиода которые никак не обозначены но в ходе первоначальных опытов которые я уже провел удалось выяснить что один из светодиодов вот нижний индицирует наличие питания на плате второй верхний показывает что двигатель в работе и принимаются тактовые импульсы импульса управления двигателя значит устройство снабжено съемными клеммными блоками двумя которые предназначены для подключения цепей управления и силовых цепей и основного питания двигателя цепи управления имеют оптическую развязку об этом нам говорят вот эти вот символы диодов обозначенные на корпусе данном случае это должны быть светодиоды и то что эти входы имеют ярко выраженную полярность выхода эти все подписаны небольшими правда ошибками вот здесь вот дир дур да ну это как бы нормально у китайцев значит для чего они предназначены значит так называемый дир это дирекшн это направление вращения задает направление вращения шаговым двигателем то есть если здесь нет логического уровня направление вращения будет допустим по часовой стрелке в зависимости от того как подключены обмотки если логический уровень есть направление реверсируется следующая пара входов это пульс каждый импульс на этом входе заставляет шаговый двигатель производить один шаг и следующий вход это enable или запуск наличие логического уровня высокого на котором заставляет устройство начинать работать как только логический высокий уровень отсюда снимаем диод гаснет устройство переходит в режим выключен значит на силовом клеммном блоке первые четыре клеммы это попарно обмотки обмотка а обмотка б шагового двигателя и последние две клеммы 10 плюс 10 минус это входы силового питания двигателя так как питание двигателя обычно высоковольтная то есть там где-то от 12 вольт и выше до 48 то здесь они выполнены отдельно и оптически гармонически развязаны с логикой управления которая подключается непосредственно к низковольтному контроллеру надо сказать что входы управления имеют логический уровень 5 вольт внутри уже запаяны резисторы по 270 ом которые ограничивают ток на светодиодах возможно они будут работать и от логического уровня 3 и 3 вольта характерного для контроллеров типа стм 32 стм 8 но в данном случае это не проверял я подавал сюда 5 вольт и они прекрасно работали да тут надо еще делать одну небольшую уговорочку устройство поступило ко мне в нерабочем состоянии изначально о причинах этой нерабочести я тоже вам расскажу когда открою корпус этого устройства ну что еще можно отметить напоследок рассматривая эту конструкцию значит не забыли китайцы сделать небольшие вырезы удобные для винтов крепления они могут быть использованы непосредственно для фиксирования устройства где-то в оболочке надо сказать что устройство предназначено для вертикального монтажа то есть его нежелательно располагать горизонтально или как-то иначе то есть она имеет конкретную поверхность для монтажа вертикальном состоянии это связано с тем что ребра теплоотводящие они явно выполнены под самовентиляцию конвекцией то есть потоки воздуха должны проходить свободно снизу вверх я думаю что желательно оставить еще не с ним немного места снизу и сверху не заслонять его никакими другими устройствами как это рекомендуется допустим в паспортах отечественных устройств или устройств именитых производителей которые говорят что для обеспечения нормального конвективного потока необходимо оставлять некоторое пространство над и под блоком вот в общем то все по внешнему виду и сейчас я наверно открою крышку крышка крепится четырьмя винтами снимается очень просто для этого надо снять клеммные блоки и открутить собственно говоря крышку значит вот я снял крышку что мы под ней видим печатная плата защитные диоды один диод защищает здесь я так понял переполюсовки входного напряжения потому что он включен между соответствующей клеммой питания и питанием устройства последовательно и 4 диода защиты от выбросов на обмотках шагового двигателя блок оптопар 1 оптопара у нас идет типа 817 достаточно низкого быстродействия видимо так посчитали конструкторы устройства вот и 2 оптопара типа 6н 137 это быстродействующие достаточно оптопары которые могут работать на читать и до 10 мегагерц и предназначена для работы в линиях связи логических устройств значит по монтажу монтаж откровенно говоря так себе я бы даже сказал что на троечку с минусом многие микросхемы припаяны неровно они здесь если видно имеют неплотное прилегание к плате так это домиком поставлены не знаю насколько это надежно ну вроде бы пропаяна конечно но считается что это не айс дальше на плате многочисленные сопельки тут у нас конденсаторы в развалочку электролитический конденсатор не закреплен болтается то есть дефектов достаточно много значит чем была связана нерабочесть платы когда я открутил вот эти вот два винта и перевернул плату другой стороной то обнаружил на ней огромное количество вот тут тоже кстати есть оловянных сопель которые нависали в разных местах в разном порядке и площади и одна из этих сопель вызвала замыкание в оптопарах управления и устройство неадекватно скажем так реагировала на команды вот так же кое-какие сопельки висели на вот этом гип-переключатели снизу там как бы работа этих лапок тоже не соответствовало таблице истинности установлены на корпусе нарисованы вот значит два только измерительных резистора отдельно для каждой обмотки мы здесь видим они предназначены для ограничения рабочего тока обмоток двигателя вот ну и собственно говоря сама микросхема которая установлена таким образом что является и монтажным основанием для платы плата шевелится установлена исключительно на ногах больше ни на чем не держится вот видно как она очень здорово умеет ходить туда-сюда вот это конечно не очень хорошо потому что полагаться только на крепление вот этот вот пас я бы не стал достаточно широкий и плата будет явно перемещаться в нем значит чтобы еще здесь отметить желательно наверное если делать по уму то поставить сюда какие-то полиэтиленовые шайбы что ли изолирующие чтобы зафиксировать плату когда она будет прижиматься винтами хотя и винтами она не прижимается еще над конструкция здесь конечно не подумали возможно кто-то для себя ее захочет улучшить собираем все на место вот я собрал испытательный стенд который позволит нам проверить работоспособность устройства подключил шаговый двигатель не знаю какой от какого-то принтера по моему даже маточная значит подключил источник питания 20 вольт подключил на вход импульсов шагов генератор принципе можно было по подключить контроллер но для большей наглядности и простоты я решил использовать функциональный генератор настроенный в режим генерации меандра и произвольным выбором частоты значит ход direction направление я подключил на выключатели источник питания 5 вольт вход она и был подключать и надо почему потому что как я уже говорил устройство пришло несколько неисправное со странноватым поведением можно конечно все это было отремонтировать но для объективности я не стал этого делать потому что все таки обзор и нужно описывать устройство так как она из коробки вот поэтому остановимся пока на этом но будем иметь виду что могут быть такие вот интересные фокусы значит ток на двигателе я выставил согласно этой таблице в положении все выключатели дип включены на минимальный ток 0 2 ампера вот они 3 внизу что касается 2 таблички то читать ее надо наоборот если сопоставлять ее показания с показаниями вот этой табличке то есть здесь выключена включена соответствует надписи на deep выключатели здесь они должны инвертироваться то есть положение там допустим он это на самом деле of вот это тоже надо иметь ввиду при установке потому что эта табличка она указывает нам какое полисное деление выставлять на двигателе то есть будет ли работать двигатель в режиме шага полушага четверть шага 1 8 1 16 шага на входящий импульс вот данное устройство позволяет это делать то есть позволяет делать настолько вот тонкую настройку микрошагов что в общем то добавляет нам полезности и функционала и мы в этом скоро убедимся ток на двигателе уставляется дискретно от 0 2 до 5 ампер с некоторым шагом характерным для токов управления всех двигателей то есть 0 2 ампера 0 6 1 и 2 1 и 8 2 с половиной 3 3 4 2 и до 5 вот на данном случае поставил минимальный маша двигателя работы без нагрузки и проверять момент не особо как бы на нем не нужно вот так же надо пояснить что максимальное напряжение питания на двигателе она влияет на максимальную скорость которую может развить ток обмотки двигателя влияет на момент двигателя то есть на то какое усилие на валу можно получить на той или иной скорости более подробно с характеристиками двигателя конечно можно ознакомиться только из соответствующего мануала на этот двигатель посмотреть его характеристику механическую то есть зависимость момента от тока и посмотреть характеристики электрические сколько он может на каком максимальном напряжении может работать и какой максимальный ток выдерживает его обмотки максимальный номинальный там я думаю эти режимы всем известны ну что произведем первое включение вот сейчас я выставил режим целого шага то есть поднял один выключатель в положение и включу генератор на 10 герц вот мы видим двигатель зашевелился диод индицирующей шажки начал нам подмигивать увеличиваем чистоту растет скорость ну как мы видим довольно широких пределах можно регулировать вот сейчас стоит 5130 шагов в секунду посмотрим сколько можно добиться максимума пока у него двигателя не произойдет срыва уже близко не так уж и близко вот шесть половиной килогерц вот опять зацепился вернемся к шесть с половиной стабильно на это на этих оборотах двигатель конечно выдает очень слабый момент его можно легко затормозить вот и все других режимах будет сделать это не так то просто то есть чем меньше оборотов у шагового двигателя тем выше у него момент на валу это связано с его электромеханической характеристикой и в этом можно наглядно убедиться из любого мануала на шаговые двигатели так но давайте попробуем теперь выставить режим 1 16 шага переведем переключатели в соответствующее положение то есть мне нужно сейчас фактически их инвертировать этот опускаем эти два поднимаем смотрим что происходит ничего не происходит двигатель не крутится почему потому что корпус этого устройства сделан таким хитрым образом что дип переключатели не доходит до своего положения верхнего и приходится нажимать вот тут вот отверточкой чтобы плату опустить а переключатели замкнулись что конечно не является плюсом в работе устройства и для продолжения обзора и описания данного девайса мне придется все таки снять крышку и продолжить испытания на снятой крышке иначе толково дип переключатель я переключать не смогу вот и отпустил двигатель остановился но поехал интересное свойство наверное очень хитрая задумка разработчиков значит вот я снял крышку устройства теперь у меня дип переключатель переключатели переключаются свободно я установил в положении 1 16 шага и сейчас продемонстрирую насколько меняется скорость двигателя вот давайте установим сейчас 100 герц на генераторе то есть 100 импульсов в секунду и посмотрим с какой скоростью будет вращаться вал двигателя вот здесь вот я закрепил небольшой флорочек из изоленты чтобы видно было наглядно как вращается двигатель вот я ставлю 100 герц медленно медленно начинает поворачиваться потому что теперь чтобы совершить один шаг двигателю требуется 16 импульсов генератора причем он так их интерполирует что рывков практически не видно то есть шагов нет это называется микро шаги двигатель вращается исключительно плавно вот сейчас поближе покажу обратите внимание насколько плавно двигается двигатель вращается двигатель теперь я переведу положение дип переключателей комбинацию один импульс на один шаг фактически инвертируем и мы посмотрим как на тех же 100 герцах будет вести себя двигатель внимание скорость вращения заметно возросла но тут еще надо отметить то что вращение осталось заметными рывками для то я сейчас продемонстрирую вот я сейчас переведу положение генератор в положении герцы и попробую выставить скажем 10 герц может быть не видно двигатель вращается явными рывками то есть шаг соответствует номинальному шагу двигателя в данном случае это 70 половиной градусов на шаг то есть изменение шага полезная функция позволяющая сделать работу двигателя исключительно плавный как заявляет производитель микросхемы тб все 6 2 0 микро шаги аппроксимируются вплоть до шим синусоиды на ключах моста то есть двигатель управляется исключительно плавно уже на электрическом уровне но это кстати заметно зато в положении один шаг двигатель играется быстрее вот те же самые 100 герц 200 герц 300 400 500 шагов в секунду 600 700 и так далее теперь посмотрим функцию реверса вот мы двигались в одну сторону включаем реверс то же самое в другую сторону то есть управление достаточно простое понятно сколько импульсов подали на столько шагов переместились учитывая полисное деление знаете характеристики можно легко рассчитать в какое положение на нужно поставить двигатель тот или иной момент с какой скоростью вращать там ускорение замедление много параметров вообще управление шаговым двигателем это достаточно тонкий процесс освоение которого желательно начинать с прочтения большого количества мануалов которые рассказывают о тонкостях этого процесса как все это делать в объем этого обзора данная тема не входит мы сейчас тестируем устройство вот как мы уже убедились принципе устройство какой-то степени работоспособная требуемые функции в принципе выполняет после небольшого шаманства вот можно было конечно бы этот вход восстановить на сто процентов и он бы работал так скажем если кто-то не боится поработать руками можно этим заняться я потом впоследствии конечно этим займусь но не сейчас вот что еще можно сказать заключение устройство очень простое то есть если вы хотите начать эксперименты с шаговыми двигателями конечно можно рекомендовать начать именно с него почему потому что микросхема очень хорошая современная позволяет выполнять регулировку тока на фазах двигателя это позволяет подключать двигатель любого типа фактически то есть я брала вот сейчас большой двигатель подключен я брал еще маленькие совсем движочки подключала не хорошо работали вот далее микросхема позволяет очень гибко управлять двигателя то есть режимы микро шагов они очень полезны далеко не все драйверы дешевые шаговые двигатели которые сейчас поставляются на рынке на том же алиэкспрессе позволяет делать эту функцию тот же там или 290 он совершенно глупый драйвер и ему нужно там еще куча довески чтобы он выполнял те же самые простейшие функции а по цене он будет отличаться там смешные копейки вот так же эти модули широко применяются в чпу станках самоделках то есть они достаточно гибкие надежные простые и позволяют очень быстро построить достаточно функциональную систему управления на базе контроллера чпу cnc так называемого там простенькая программа для лпт несложные механики то есть это как бы один из самых идеальных вариантов мощный надежный универсальный так что если вы готовы к тому что придется слегка допилить этот так скажем небольшой конструктор напильником то вполне можно рискнуть и взять несколько таких устройств ничего тут сложного схеме нет очень просто стандартная схема включения этой микросхемы за исключением вот оптической развязки которые выполнены на обычных оптопарах и можно их спокойненько заменить допустим перепаять если они ушли строя и все это заново будет работать в данном случае у меня здесь что-то случилось непосредственно со входа микросхемы вот пока я подозреваю что так и сама оптопара рабочая проверял то есть надо смотреть что здесь собственно говоря дальше возможно мне и не удастся восстановить вот такой вот факт всем спасибо за внимание это был такой вот коротенький обзорчик смотрите канал паяльник тв до свидания